Снимаются все маски и голограммы. Фантом представляет перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Роман выходит из своего биоробота. Если в биороботе еще находятся чужеродные голограммы, копии, артефакты, все это становится видимым и выходит и становится рядом с Романом. Он вышел с артефакта, он их в руке держит. А что у него там в руках? Книга. Книга. Хорошо. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Романа вместе с этой, берем Романа в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией Романа и этой книгой поднимаемся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Там, на месте. Мы приветствуем Романа. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свои биополи на период сеанса. Доверит. Романа, что это за книгу вы держите в руках? Откуда она у вас? Интересовался знаниями. Интересовались знаниями. После сеанса нашего, да? Потому что в последнем сеансе? Нет, до. До сеанса. А откуда? Этой книги же не было после чистки. Вот она опять появилась. Надо проверить, откуда эта книга. Отправляем ее в клетку-тюрьму. И насчет три. Это его книга. Его книга. Хорошо. Если это его книга, мы ее вернем назад, безусловно. И я даю команду, насчет три. Скэнер начинает, сканирует пространство над головой Романа, под ногами. Скэнер сканирует все семь тонких тел Романа. Находит все. Я выстраиваю от этой книги канал к ответственному, если таково есть. Один, два, три. И где бы ни находился во вселенной, я притягиваю в эту клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Канал к Роману идет. К Роману. Хорошо. Значит, вернем ему эту книгу. Говорит, что это мои знания. Возвращаем книгу Роману назад. Один, два, три. И ждем окончания работы скэнера. Он говорит, я уже не знаю, нужна ли она мне. Это вам решать, Роман. Я не могу без вашего разрешения эту книгу уничтожить. Есть у нас канал, Вера? Подождите, эта книга. Он говорит, что она существует на физическом плане. Роман, книга не должна находиться в вашем биополе. Если вы считаете нужным ее держать, вы нам скажите. Если скажете ее уничтожить, я это сделаю. Как вы хотите поступить с этой книгой? На тонком плане. Он отвечает? Нет, он не отвечает. Подожди, сканеры. Хорошо, ждем окончания скэнера. Скэнер сканирует отдельно в районе головы специальные программы. Если там что-то ползает, скэнер, найди, что может ползать в районе головы. В общем, у него есть один канал, и у него есть в районе головы темное пятно, как запятая, как с хвостиком. Вот так вот. Это все связано. Это темная запятая, канал. Это одно и то же, да? Нет, канал идет у нас. Где Моно? Это запятая, это какие-то магические заклинания. Из этой книги, которую он применяет. Роман, когда вы последний раз применяли, читали эту книгу? Демоническими заклятиями? Магическими, не демоническими. Может и демоническими, но идет магия слова. Хорошо, магическими заклятиями. Когда вы читали? Мы вас избавили от этих всех вещей. Вы после этого читали эту книгу? Вернее, эти заклятия? Магические. Он говорит, что он наизусть знает эту книгу. Понятно. Это не ответ, Роман. Я хочу услышать ответ. Вы читали или нет? Если вы читали, вы призывали демона. И опять его призвали. Вы читали или нет? Я хочу услышать ответ от вас прямой сейчас. Ну, открывал. Хорошо. Отлично. Все. Так, и демон у нас там находится, да? Моя частота, он говорит. Считай цифры над головой демона. Двенадцать. Двенадцати герцовый. Давай, демон, рассказывай. Как все было? Что тут рассказывать? Ты же сам видишь, что у него все в голове. Сколько дней назад ты вошел в него? Говорит, что он с ним и не расставался. Демон. Я когда его чистил, там сидел другой демон. Шестнадцати герцовый или четырнадцати герцовый, я уже не помню. То, что ты расставался и не расставался, это не ответ на мой вопрос. Я тебя предупреждаю первый раз отвечать на мой вопрос не абстрактно, а так, как я спрашиваю. Всего будет три предупреждения. После третьего я тебя скину в галактическое ядро, если ты будешь думать, что здесь шутки идут. Я повторяю свой вопрос. Как долго ты находишься в его биополе? Семь дней. Семь дней. Хорошо. Десять дней назад мы его чистили. Через три дня после чистки ты вошел в него. Как ты... Опиши мне процедуру. Как это было? Были произнесены какие-то заклинания, просьбы были озвучены или это проходило на бессознательном уровне? Как это происходило? Объясни мне всю картину. Я хочу увидеть ее. Рассказывай. Он опять говорит, что у него это в голове. Что значит в голове? В голове у нас много вещей. Он эти заклинания читал. Он говорит, что вот, например, у тебя в голове закачка энергиями и там всякая остальная процедура. Процедура, которую ты делаешь. А у него? А у него в голове информация из этой книги. Которая засела там. А это открытая дверь для меня. Я понимаю. Я вот поэтому и хотел уточнить. Хорошо. Скажи мне, демон, как ему избавиться от этой книги? Это только он может сам от нее избавиться. Своей волей и своим желанием. Он может вообще... Он должен выбрать. Хорошо. Отлично. Роман. Вот стоит демон 12-ти Герцовы и рассказывает мне интересную историю, что 7 дней назад вы использовали опять какие-то знания из этой книги, которая у нас тут в клетке висит, которую я вам вернул назад. Вы не знали расставаться с ней или нет. Вы можете объяснить эту ситуацию? Вы говорили, у вас что-то по голове ползает. Демон, объясни мне происхождение этой темной вот этой запятой, этой черного пятна. Откуда оно взялось? С книги взялось. Это его знание. Он должен выбрать черное или белое. Понятно. Хорошо. Пока у него черное. Обычно мы на этом месте заканчиваем сеанс, когда мы узнаем такие вещи, но я всю ситуацию в принципе понял. Хорошо. Это темная запятая в клетке тюрьмы сейчас? Нет, в обе поле. Хорошо. Роман, вы хотите расстаться с этой запятой в голове, которая у вас сидит черным пятном? Хочу, конечно. Хорошо. Изъявите это желание. И на счет три, включая внутренний белый свет, один, два, три. И все темное, все нездоровое, все патогенное, все, что находится на темных частотах, все нездоровые чувства, энергии, вибрации, все это выходит и формируется в шар перед романом. Один, два, три. Он выдавливает из себя этим светом все эти чувства, и они формируются в шар. Шар останавливается автоматически, когда сто процентов будет выведено негативы из его биополя. Готово. Большой шар? Нет, чуть-чуть больше. Демон забираешь? Давай. Отправляю демону. И вот чистота. Хорошо. Так. Мы закончили, в принципе, в его биополе осталась эта книга. Я спрашиваю Романа последний раз, хочется расстаться с этими знаниями, с этой книгой, которым доставляет такое удовольствие, как общение с демоном и темным миром. Это его решение. Он имеет право на темный опыт. Если он нам скажет, что он хочет оставить, мы оставляем эту книгу. Итак, Роман, ваше решение. Избавиться хочу. Один, два, три. Два канала выстраиваются. Один на отторжение, второй на прием чистых своих энергий по праву, божественных энергий. Заканчивается автоматический реверс. Ну, идут тонкие потоки идут. Усиливаем потоки в сто раз. Готово. Хорошо. И на счет три. Даю команду. Роман делает импульс высокообразованного шокового удара и сжигает каналы к этой книге и к демону. Один, два, три. Удар. Получилось у него? Да. Открывается портал в галактическое ядро. И эти остатки улетают на переработку в чистую первичную энергию. Хорошо. Под книгой открывается портал в галактическое ядро. Она улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Демон готов уходить? Подожди, он говорит, да уйду я. Сказать он хочет. Давай, говори. Слушаем. Это значит у него вибрации тяжелые. И это его выбор, как их использовать. Он знает об этом выборе? Каждый человек знает. Безусловно. То есть ты хочешь сказать, это осознанный выбор человека, работать, жить на этих вибрациях. Правильно я понимаю? Без всякого внешнего воздействия. А, подожди. У всех людей разные вибрации. Кто-то рожден уже с легкими, а кто-то с тяжелыми. Характер, как вы это говорите. Угу. В генах заложены. Есть такое. Это ваш выбор. Как распоряжаться этими вибрациями? Связь свою держать с темными или светлыми? Больше ничего не скажу. Хорошо, мне этого достаточно. В принципе, ты сказал это для Романа. Объяснил ему основную причину твоего прихода. Если он хочет избежать общества с тобой, ему надо изменить, серьезно задуматься, изменить свои вибрации. Сделать из тяжелых легкие вибрации, работать над собой, заправлять себя энергиями, думать позитивно, я так полагаю, демона. Поправь меня. Он говорит, что у тебя тоже тяжелые вибрации, но из низких вибраций он не имеет в виду частоты. Он имеет в виду их тяжесть, то есть напряжение. Бывают легкие и с человеком также легко общаться. А бывают тяжелые, с человеком тяжело общаться. Согласен. Можно прорабатывать. Вот это он имеет в виду, что он показывает на тебя и говорит, что ты сделал свой выбор с тяжелой вибрацией. Можно укреплять и делать нейтральными, что ли. Но он показывает, он как волны показывает, которые из черных только в стальные превращаются. И ты как нейтральный становишься, не там, не там. И делаешь свой выбор. Это все ты можешь считать в моем биополе. Ну, это видно. У тебя и у нее совершенно разные вибрации. Конечно. У нее легкие, у тебя тяжелые. Я ангел-воин, у меня они должны быть тяжелые. Но я эти энергии направляю действительно в позитивное русло. На пользу свету. Соответственно, вот так вот мы и встречаемся. Хорошо, демон. Я в любом случае признателен тебя за эту информацию. Я надеюсь, что Роман сделает вывод из этого нашего разговора с тобой. Он еще говорит. Хорошо. Он говорит, что я объясню на вашем примере. Давай. Твои вибрации, например, для меня, они тяжелые. И я сразу чувствую их мощь и опасность. И ее вибрации, они яркие и ослепляют, сжигают меня. А вот вибрации Романа, они лежат на моей волне. Если вам это понятно. Более чем понятно, демон. Более чем понятно. Опять-таки признателен за этот развернутый ответ. Да, ты объяснил сегодня эту ситуацию. На нашем языке довольно понятно. Я думаю, все поняли. Роман в том числе. У него есть выбор. Как мы сделали с верой свой выбор, так и Роман может сделать свой выбор. Все лежит в руках человека, пока он жив. Благодарю. Больше мне тебе, к сожалению, нечего дать. Более бы Лярва отдал. Но я тебе отдал все, что смог отдать. Хорошо, демон. Ты готова уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. Один, два, три. И демон забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Давай сделаем контрольную проверку. На счет три, один, два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел Романа. Если что-то чужеродное еще осталось, из-под ключик он находит это, уничтожает на месте. Или выводит из организма и ведет в клетку тюрьму, если это большой объект. Чисто. Хорошо, Вера, считай, пожалуйста, информацию, сколько нужно Роману энергии, какая частая вибрация до полного восстановления и корректировки. 325. 300% и 25 Гц. Роман, вам надо поднимать вибрации до 25 Гц. И 300% энергии вам необходимы для того, чтобы вы могли нормально, отлично себя чувствовать. И на счет три в макушку головы Романа начинает поступать семь высокоэбрационных потоков под 300% каждый. Один, два, три. Фиолетовый поток пошел, темно-синий поток пошел, светло-синий поток пошел, зеленый поток пошел, желтый поток пошел, оранжевый поток пошел, красный поток пошел. Наполняем, усиливаем потоки. Частота его вибрации поднимается до числа значения 25 Гц. Пошел подъем. Вот и моя информация идет, что даже если он до 25 Гц будет поднимать, ему надо менять мировоззрение. Потому что его тяжелые, его вибрации даже при 25% будут тяжелыми. Ему надо представлять чистоту энергии. Чистоту? Чистоту энергии. И тогда у него не будет вот этих черных запятых в голове. Понятно. Хорошо. Энергия должна чистая поступать. И Роман должен ее себе визуализировать и представлять, как эта чистая энергия поступает. Я правильно понимаю? Да. Благодарю. Он готов. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Романа в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Пошел подъем. Пошел на месте. Субтитры подогнал «Симон»